Осмотреть и подготовить к монтажу зажим типа ЗНК. Зажим не должен иметь видимых дефектов. Отдельные детали должны перемещаться без заеданий. Повернуть две тяги до совмещения с вертикальной осью провода. Вывести из зацепления тяги и ЦАП в корпус. Марка используемого зажима должна совпадать с имеющейся на тягах маркировкой. Клиния зажима выдвинут из корпуса. Марка используемого зажима должна совпадать с имеющейся на корпусе маркировкой. Открутить два болта и снять клин верхний. Проследить, чтобы за счет шайбы резиновой из клина верхнего не выпали болты. Клин верхний и клин нижний уложить на место вокруг оси провода и слегка затянуть их при помощи болтов. Выдвинуть верхнюю направляющую из корпуса. В корпус вставить и до упора задвинуть верхнюю направляющую. Закрытый корпус надвинуть на клине с проводом. Попеременно и равномерно затянуть болты до достижения необходимой величины крутящего момента, указанной в инструкции по монтажу. Подвесить две тяги на цапфы корпуса и повернуть до совмещения с горизонтальной осью провода. Соединить две тяги с ответной деталью посредством установки пальца нарезного. Закрутить гайку на палец нарезной и установить шплинт в отверстие пальца. И разогнуть. Открутить два болта и снять плашку. Проследить, чтобы за счет шайб резиновых, из плашки не выпали болты. Провод уложить в желоб хвостовика. Для фиксации провода надеть плашку и слегка затянуть ее при помощи болтов. Попеременно и равномерно затянуть болты до достижения необходимой величины крутящего момента, указанного в инструкции по монтажу. Сборка зажима завершена. При необходимости смещения зажима по оси провода после сборки предусмотрена возможность его демонтажа при помощи специального приспособления. Установить приспособления на корпус зажима. При помощи рукоятки произвести закручивание. Направляющая зажима после перемещения должна упереться в кронштейн приспособления. Произвести раскручивание при помощи рукоятки и вывести приспособление из зацепления зажима. Поплотившие за тяги сдвинуть к корпусу. Демонтаж зажима завершен.